Продолжение следует... И высота на любой вкус. Секретами выбора, а также ухода за лесной красавицей с нами поделилась старший сотрудник садового центра Олеся Мочинина. При выборе елки на базаре вы должны первым делом обратить внимание на цвет хвои. Она должна быть зеленой, не желтой, соответственно, не распушившаяся, а вот плотненькая такая вот собранная. При прикосновении она должна хорошо удерживаться на ветке. Елку выбрали. Теперь разберемся, как создать для нее правильные условия, чтобы она радовала нас как можно дольше. Если вы покупаете елку заранее, вы ее выставите либо на улицу, либо на балкон. Потом вы ее заносите домой. Можно ее поставить либо в специальной поставке, в которую можно налить воду со специальным средством, либо в подставке с песком, с мокрым песком. Бытует мнение, что елку обязательно нужно подпилить после покупки. Разберемся, так ли это. Когда вы приобретаете елку у нас на питомнике, не обязательно обновлять срез, так как вы можете быть уверены, что елки свежесрезаны и они у вас простоят долгое время. Специалисты также не рекомендуют ставить дерево около отопительных приборов. Так оно быстрее засохнет. При установке елочки в правильном месте и регулярном подливе воды она простоит не менее двух недель. А если не хочется везти домой целое дерево, можно приобрести веточки лапника. Из некоторых сортов хвойных можно собрать красивые новогодние композиции. В данном случае представлены ветки Нобелис. Они отличаются тем, что они зеленые, долго стоят в воде и не осыпаются. Также у них хвоя мягкая и пушистая. Кроме этого, в питомнике есть и молодые саженцы для высадки в грунт дома или на даче. Корни таких деревьев защищены специальной мешковиной сеткой, которые при посадке не снимаются. Они еще и экологичные. Разлагаются в почве без вреда для экологии. Это живая ель, которая предназначена для высадки в открытый грунт на вашем участке. Сейчас зимой самое время ее привезти и посадить. Она в коме с землей. И уже посмотрите, обратите внимание, уже с небольшими украшениями, с шишечками. Дело за малым. К естественным украшениям добавить праздничных. Такая ель может стать главным элементом новогоднего декора во дворе. Всего в питомнике Вашутина подготовили 700 лесных красавиц для яркого праздника. Каждое дерево выращено и доставлено с заботой и любовью. Глядя на такую красавицу, вспоминаешь строки. И много-много радости детишкам принесла. Выбирайте свою елочку, отмечайте праздник ярко и весело. Елена Тараненко, Дмитрий Бочаров, Новости Химки ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова